Это что за хвостик? Это что там за хвостик лежит? Хвостик Ты в домике что ли? В домике? Да Элиза позавтракала Зарядку с утра сделала Прическу он себе сделала Имеет право поиграть Да? Как твой пальчик? Покажи Мама что она написала? Я не вижу отсюда что она написала Какие буквы? Читать ты же умеешь читать? Я не умею А что там? Какие буквы? Теряла? Расческу надо положить дальше Что платочек? Проверка будет Платочек положила? Ну а я сегодня решила приготовить пирожки Думала с какой начинкой И когда Элизе сказала Элиза говорит Мама давай с мясом Ну вот начинку приготовила Единственное нужно мне Перекрутить в кухонном комбайне Немножко помельче сделать Иначе когда кушаешь пирожок Он вываливается вся эта начинка Тесто у меня тоже здесь уже хорошо поднялось Сейчас хочу попить кофе И приступать к готовке Но в этот раз добавила Маргарин А не сливочное Растительное Точнее масло Растопила маргарин И добавила сюда в тесто Тесто тогда получается намного вкуснее и нежнее Ссылочку я прикреплю на видео Как я делаю тесто Единственное там нету сахара И вместо маргарина я наливаю растительное масло Вот Если останется тесто А оно у меня останется Потому что другой начинкой как-то не особо едят Хочу сделать плюшки Вот так что сейчас пью кофе И начинаем готовить Так ну все кофе попили Начинаем приступаем Достаю свой блендер У меня тут бардак Естественно Крошек целая куча Потому что у меня дети Я недавно здесь придуралась Скоро Скоро я тут введу порядок Поэтому Поэтому Уж не обессудьте Как говорится Я тоже человек Да А то что все Хорошо да идеально Вот бардак у меня тоже есть Тоже у меня И бардак Есть И такие места Которые Лучше не заглядывать И ждет моего настроения Чтобы Добраться до туда Да Вот Поэтому Я не исключение Я не исключение Не ну наверное есть конечно идеальные люди Есть Возможно Возможно Но я таких не встречала Вот Я тоже не идеальная Хозяйка У меня тоже есть Вот такие места Которые Уже давно Пора убираться Но все никак Времени нету Даже не столько Времени сколько Желания Ну Доставала я эту белую штучку Видимо я здесь Ее так и оставила Да Вот она Так Сейчас высыплю Вот в этой сделаю Она поменьше Хоть не так много Мыть надо Так Немножечко Ой наверное Ложку наверное Все таки надо взять Ложечка Ложечка Сильно Совсем перемалывать Не буду Но Чтобы чуть-чуть Поменьше было Вот Иначе будет все такое Это Конечно Для напитков Ну ладно В принципе Есть Вода Есть у нас Ферри Можно все это помыть Ой Такой сочный фарш Конечно Когда в духовке готовишь Пирожки лучше Ну я люблю конечно же Хоть и с чаем пьешь Ну так как у Валеры Сахарный диабет Да Со сладким чаем Не всегда получается Запивать И Люблю чтобы сочно было Все равно же Когда В духовке Более суховатая Такая начинка Скрываю Кашу превращается Здесь Буду вот так чуть-чуть Подкручивать И Потому что очень мелко Немножко подкрутила Остановила Перемешала Можно конечно все это вилочкой Но это так долго Размять Так Долго Получается Так Не включится пока Крышку не закрою Заодно Половина лука Перемолит Что-то мне кажется Оно все в кашу Может превратиться Совсем Ладно Не очень хорошая идея Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Как пойдет Паштет Паштет превращается Только лишь посуду Испачкал Не, ну все равно получше У кого-то больше Хе-хе-хе-хе-хе Больше получается Валера у нас Сегодня субботник от работы и в парке которую вот здесь вот рядышком и он девчонок забрал говорит видеть сразу парке поиграет он же там вот в общем он поехал туда и девчонки парке вы уже у меня знаете то что я яйцо полностью всегда добавляю потому что мне некуда его переводить иначе я белок принципе можно когда нибудь оставить убрать в холодильник но у меня если убрать в холодильник то значит забыть я просто так размешиваю добавляю куркуму вдруг кто-то новенький посмотрит да и не знает наш с вами лайфхак то как добиться желтого яйца и красивых пирожков с пирогами и все так размешиваю ничего не остается и красота и вкуснота белок не сворачивается конечно тесто с маргарином намного приятнее мягче дефицит в ссср начался еще в конце двадцатых годов в послевоенное время он лишь усилился не хватало не только продуктов одежды и обуви но и пластинок автора родину продаст как-то я до этого когда снимала как я люблю пирожки мне написали что нужно переворачивать 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 пирожки швом вниз швом вниз переворачиваем только тогда когда готовишь на сковородке в масле а когда запекаешь духовке зачем переворачивать не должны же быть красивенький чтоб шовчик был румяненький поэтому они получаются как как сказки про красную шапочку красивые пирожочки я только элизе сказала она через 15 минут не прибежала мам ты уже сделала я буду это что я еще даже тесто не начала замешивать уже соскучились девчонки по пирожкам а сейчас это будет самое такое конечно время летние когда больше выпечки особо такого ничего кушать не охота я имею ввиду там супы или еще что-то из-за жары до в основном из-за жары и поэтому дети вот выпечку я и сама помню в детстве так классно мама напечет поешь и с этой дать целый день но не целый день конечно но вообще цветы чем всякую ерунду есть перебивать аппетит лучше пирожков наестся поэтому у нас вот такое время когда девчонки гуляют конечно сам идеально это вот пироги единственная жарко конечно жарко сейчас пока такой жары нету так что летом и видимо я буду ну и вообще классно когда ты особенно но на огороде напек пирожков чай попил и сытый снова можно в бой сорняками снова можно в бой я духовку уже поставила разогревать быстренько быстренько налепим часто останется сделаем плюшки а у нас сегодня плюшки но а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пирожочки готовы! Такие они у меня в этот раз мягкие, вкусные получились. Все-таки с маргарином мне понравилось больше. Но еще я не пробовала, но они прям очень-очень вот аж съесть хочется. На камере почему-то они такие совсем коричневые, но нет, я не знаю почему. А вот это вообще кажется как будто бы черные плюшки. Я приготовила еще плюшечки, видите как с куркумой, красиво. Вот так хоть не такими черными кажутся, а вот здесь внизу это карамелька. Так, еще у меня две плюшки осталось, здесь запекутся они. Завтра мы же за мамой едем, так как в субботу едем на неках на свадьбу. И решила испечь побольше. Сначала думала, потом думаю, нет, пусть с собой возьму девчонкам. Алеша, брат у меня, очень любит чай пить с ними. Вот, потому что наши точно сегодня не съедят. А так хоть с собой возьмем. И уже они будут кушать. Там еще две плюшечки у меня готовятся. Ну а сейчас будет самое интересное. Сейчас нужно будет все это убрать, все это прибрать. Столько времени уже нету, где-то часа два. Валера с девочками. И я прям аж запереживала. Звоню, он трубки не берет, видимо играют. Смотрю, у меня тут огурчики вон сходят. Вот сходят. Здесь пока не видно, не знаю, может там внизу. Вот, вот, вот. Здесь вот еще видела, вот, полила. Так что огурцы в этом году будут. Ну а я сейчас буду наводить порядок, порядок. Здесь уж записывать это не буду, уборку свою. Потому что здесь очень много и полы, естественно, грязные все. Где-то в муке, где-то сахар. Тоже нужно будет сегодня помыть на первом этаже. В общем, дел много не только на улице, но и дома. Как все успевать? Да никак не успевать. Как есть, так и делаем. По настроению. И ты руки помыла? Да, да ручки помыть. О, я тебе говорила. Маме, чтоб она испекла. Плюшки, да? Маме, ты с караком. С мясом? Так, с мясом? Да. Или чай налить? А, ну сейчас помоете тоже. Сейчас чай скипячу. Помыла руки? Что там случилось? Снять хочешь? Ну айда, потом снимем, идем. Айда, снимай пробу. Ты, наверное, проголодалась, нагулялась. Вот это ты лохмат. А это что такое? С мясом? Ты же хотела с мясом. А, ну это они прилипли. Они теплые уже. Давай, кусай. Самый большой, да? Пока тесто, да? Вкусное тесто? Ага. Ну-ка, Настя. А-а-а. Вот. Ага, круто. Сейчас чайник поставила. Сейчас вам. Приятного аппетита. Патя, всем приятного аппетита, кто кушает. Сейчас прическу сделаем. Вот тут такой лохматый ужас. Вспотело. Сейчас с Валерой проезжали в Пятерочку. Там акция. Вот на такие платочки 59 рублей. Представляете? Я думала, взяла 6 штук. То есть, 3 себе. Мне, девочкам. И маме. С Катей, с Анжеликой. Настя выбрала себе вот такой. Я себе взяла вот такой. И Лиза взяла себе там сердечками. Потом покажу. Здесь вот с такими сумочками. И зеброй. Но нужно еще будет взять третий. За 59 рублей. Это же вообще. Размер 70 на 70. Так что смотрите, если вдруг у вас тоже есть магниты. Вот это вот вы покупали дороже. Вот эти банданы. Вот это удобно. И как шарфик. Такие вот рисунки. Это здесь Элиза, когда у бабули была, рисовала. А это она в клуб ходила, где мама живет с Настей. Вот это Элиза, по-моему, нарисовала. Вот это Настя нарисовала, если не ошибаюсь. Там для детей это всякие развивашки. Вот они рисуют. Там кукольный театр. В общем, молодцы. Одним словом, здесь Элиза. Тоже картины. Одни картины. Вот так вот. Ну, а я сегодня готовилась. Устала. Все. Девчонки пошли спать. Сегодня они набегались, наигрались. Элиза сама решила лечь поспать. Сама даже посылать не надо. И тишина. Не знаю, может, конечно, они с телефоном. Завтра у нас выходные по пятнице. Пятница, суббота, воскресенье. Завтра едем за мамой. Еще нужно будет заехать там в одно место. Там дядя мой троюродный умер. Тоже заедем. И похороны выходят на субботу. А мы в субботу поедем на... Никогда на свадьбу. Поэтому уже... Поэтому уже завтра просто заедем туда. Я уж, наверное, снимать не буду. Такие вещи, конечно же. Это по папиной стороне брата. Мы даже чем-то с ним похожи. Ну, вообще, папина порода. Фамилия Лусте. Если вдруг кто не знал, моя девичья фамилия. Лусте Алвина Николаевна. Дедушку моего звали Лусте Карл Августович. Мы латыши. Папа у нас Лусте Николай Карлович, мой папа. И мы все похожи. У нас глаза у всех одинаковые. Вот и Лизе тоже передались. Глаза вот эти латышские, лустевские. И уши. И уши похожи. У нас у всех. У нас по ушам нашу породу можно определить, между прочим. И вот здесь Гена. Он тоже похожим. Вот поэтому такие у нас сегодня новости. Представляете? Ладно, все. Буду завершать свой влог. Про лайки не забывайте. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова